Доброе утро! Это программа Медиаполе. С вами Юлия Якушева. О самом актуальном и интересном в информационной повестке за минувший день прямо сейчас. В подмосковный офис производителя компрессорной техники Далгокран М позвонил сотрудник подразделения в Екатеринбурге. Мужчина решил уволиться. В заявлении он написал, что за все время службы головной офис не начислял к его месячному окладу 15% уральских надбавок. Подобные споры происходят регулярно. И порой головные офисы выплачивают увольняющимся работникам 1-2 миллиона рублей, говорит руководитель Екатеринбургской юридической фирмы правозащита Павел Брусков. Ведомости разбирались, почему работодатели столь уязвимы в спорах из-за районных коэффициентов. Так называемые уральские северные надбавки действуют в 38 регионах России, по данным Минтруда, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, например, в Пермском крае. Так, в Гаинском, Коксинском, Кочевском районах коэффициент для региональных работодателей составляет 1,2. Художник Борис Матросов получил ответ из городского центра охраны памятников в Перми о том, что его признали автором арт-объекта «Счастье не за горами». До 12 июня рядом со счастьем установят информационную табличку, на которую укажут имя автора. Этого представители художника добивались не один месяц. Его адвокат Петр Арсеньев рассказал интернет-журналу «Звезда», что они попросили администрацию Перми установить информационную табличку еще в конце прошлого года. Тогда нам ответили, что сначала мы должны предоставить документы, подтверждающие авторские права, прокомментировал Арсеньев. По его словам, планов взимать какие-то поборы у художников нет. Пермский издатель Борис Эдинбург написал на своей странице в Facebook, что художник может приехать в Перм на день города. В этом случае состоится необычная фотосессия на набережной. Журналисты интернет-газеты «Текст» задались вопросом, почему пермяки отключают смартфоны и идут на читательские вечеринки. По данным издания, только этой весной стартовали несколько таких проектов. Клубы по чтению, художественной, деловой, философской и даже педагогической литературы. Состав их участников широк, от школьников до пенсионеров. Они собираются в библиотеках, в офисах, в кафе, читают вслух и по ролям обсуждают прочитанное и обмениваются мыслями. Некоторые книголюбы сами начинают пробовать себя в писательстве и делятся этим опытом на литературных вечеринках. Они просто устают от гаджетов, вот и выходят в офлайн посмотреть друг на друга, говорит создатель общества книголюбов Чуковский Татьяна Тарасова. Насколько успешными будут новые читательские клубы, покажет время. Сегодня многие пермяки успели распробовать этот формат досуга и видят в нем большой потенциал. Это была программа Медиаполе. До встречи в эфире.